Йо, друзья, всем привет! С вами, как всегда, Артём Остапов. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Сегодняшнее видео будет вновь обучающим. Я расскажу, как делать фуджем. И я разверну свою вилку. Желаю всем приятного посмотра. Погнали! О, фу, жесть. Присниться, что такое. Фух, ребят, всё нормально. Вы знаете, меня всегда интересовал момент. Есть бар-твист, есть антвист. Есть киклес, есть анкиклес. Есть брай. Хм, а есть ли анбрай? Я знаю, у кого спросить. Артём? Да-да, я слушаю тебя. Скажи, пожалуйста, а есть ли трюк под названием анбрай? Такой трюк есть. И сегодня я расскажу, как делать анбрай. С вами, как всегда, Артём Остапов. Желаю всем приятного просмотра. Итак, поговорим про технику исполнения этого трюка. Есть трюк брайфлип, есть трюк анбрайфлип. Логично предположить, опирается на название, что эти трюки очень похожи. Действительно, техника похожая. И руки, и ноги, и корпус. Практически всё совпадает. Но сами трюки выглядят абсолютно по-разному. И сегодня я покажу, чем отличается брайфлип от анбрайфлипа. Есть трюк анкиклес, инкиклес, интвист. И анбрай – это те трюки, которые сами по себе по названию звучат необычно, а по исполнению так выглядят ещё более странными. То есть, когда вы видите первые трюки в скейт-парке, то, скорее всего, вы будете либо снимать и смотреть в ломо, что происходило, либо будете переспрашивать друга, который стоит рядом с вами, что это было. В связи с этим этот трюк можно назвать странным, необычным. Не все его делают. И, возможно, даже когда увидели название анбрайфлип, вы сначала не поняли, о чём будет идти речь в этом видео. Если затрагивать историю происхождения этого трюка, то есть трюк брайфлип, это именной трюк, который поставил Брайан и назвал его честь себя. Возможно, вы видели это обучающее видео на моем YouTube-канале. Если не видели, то где-то есть будет подсказка, обязательно посмотрите. И анбрай, собственно, появился от этого трюка. Хотя брайфлип существует порядка 20 лет, а анбрай, я об этом трюке узнал примерно года 4 назад. Друзья, ещё два момента. Первый момент – учите трюк только в шлеме. Без шлема этот трюк пробовать не рекомендую. И второе – этот трюк учат в квотере. Поэтому мы будем рассматривать этот трюк в квотере, по прямой его делать значительно сложнее. Поговорим про технику исполнения этого трюка. Расположение рук, ног и корпуса аналогичное, как и при брайфлипе. Но я лучше продублирую, расскажу вам ещё раз. Наиболее правильный вариант – руки держать поуже. То есть примерно 70-60% у вас будет на грифсе, и 30-40% у вас будет на руле. Ноги. Вашу переднюю ногу необходимо держать как можно ближе к тормозу. Задняя нога будет над тормозом. Это наиболее правильный, наиболее эффективный вариант для того, чтобы научиться анбрай. И последнее – это корпус. Ничего сверхъестественного, корпус держите ровно. Это не балансовый трюк, поэтому никуда специально заваливаться не нужно. Лично для меня анбрай – это что-то между брайфлипом и фронтбрайфлипом. Объясню, с чем это связано. Если у вас с моей стойкой правая нога спереди, брайфлип выглядит следующим образом. Вы разворачиваете руль по часовой стрелке и делаете вот такое движение. Фронтбрайфлип – собственно вот так. А анбрай выглядит как фронтбрай, но при этом… Сейчас я вам покажу. То есть движение выглядит вот так. Из-за того, что движение идет как бы из-за спины, есть такое ощущение, что это фронтбрай, но при этом у вас идет движение брайфлипа. В связи с этим, я как раз рассматриваю этот трюк как что-то между брайфлипом и фронтбрайфлипом. Получается, если бы дека у нас была вот в таком положении, то я бы сделал фронтбрай. Но так как дека у нас как на брайфлипе, движение выглядит как брай. Здесь можно запутаться, самое главное – понять именно, как делается анбрай. Если у вас моя стойка, соответственно, у вас правая нога спереди, вы подъезжаете к лотеру, отталкиваетесь и разворачиваете руль, получается, против часовой стрелки. Дальше движение нужно тянуть вниз к ногам и сконцентрироваться на приземлении. Перед тем, как учить анбрай, в любом случае выучите брайфлип, поскольку трюк сам по себе очень сложный. То есть, например, когда мы делаем брайфлип, задача как можно сильнее тянуть к ногам. Но когда мы делаем анбрай в таком положении, не получается очень сильно тянуть к ногам, поэтому рассматривайте вариант с большими квотерами, только там вам хватит времени, чтобы сделать анбрай. Когда будете учить анбрай, рассматривайте вариант с резким квотером. Квотер, в котором я сейчас буду показывать, он не резкий, но я здесь покажу вам подготовительные упражнения, которые необходимо пройти, чтобы сделать анбрай. По сути, здесь такие же подготовительные этапы, как и при брайфлипе, но я на всякий случай продублирую, чтобы вам было проще понять. На первом этапе вы ставите двумя ногами и делаете само движение. На втором этапе вы ставите ноги в квотер, после этого отталкиваетесь и приземляетесь. На третьем этапе сделаете движение чуть-чуть резче. И на четвертом этапе попробуйте оттолкнуться и приземлиться хотя бы в одну ногу. Как только вы прошли все эти четыре этапа, у вас получается движение хорошо. Выбирайте резкий высокий квотер и пробуйте анбрай. Кэрри. Ну что, друзья, это обучающий видео подход к концу. Я надеюсь, вам понравилось. И в ближайшее время вы обязательно поставите трюк под названием анбрайфлип. Я желаю вам всем удачи. С вами был, как всегда, Артем Астапов. Будем с новым видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok